Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире предвыборная кампания кандидатов депутата Национального собрания Западной Армении. Уроженцы Западной Армении Роберт Абаджан. Вопросы армян Западной Армении. Сенат США внесена резолюция, осуждающая блокаду Бердзорской дороги властями Баку. День памяти Монте Мелкуняна. Армянского вину 1000 лет LA Times. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Предвыборная кампания кандидатов депутата Национального собрания Западной Армении. Избирательная комиссия Национального собрания Западной Армении приглашает принять участие на 15-м зум-заседании, организованном в рамках предвыборной кампании на парламентских выборах в декабре 2023 года. Заседание пройдет на армянском языке. Тема встречи – Конституция Республики Западной Армения, государство Армения. Встреча состоится 15 июня 2023 года в 22.00 по ереванскому времени и в 20.00 по французскому времени. Присоединяйтесь к встрече с зум по указанной ссылке. Уроженцы Западной Армении Роберт Абаджан. Роберт Александрович Абаджан родился в 1996 году. За исключительную храбрость и мужество, проявленные при защите государственной границы НКР, командир отряда 2-го стрелькового взвода 4-й стрельковой роты воинской части армии обороны НКР, младший сержант Роберт Абаджан, посмертно награжден высшим званием Герой Арцаха, орденом Золотой Орел, Воский Арцив. 19-летний Роберт Абаджан, прослуживший 15 месяцев в армии, будучи младшим сержантом, первый, кто удостоился высшего почетного звания. У опорного пункта, расположенного в северо-восточном направлении Арцаха, многочисленные войска вооруженных сил противника дважды пытались проникнуть и занять позицию, где находился Роберт Абаджан. На той же позиции личного состава находились командир роты капитан Армина Курфанян, пулеметчики Киарам Слоян, Андроник Зорапян. В течение двух часов вели неравный бой с превосходящей силой противника, до последнего вздоха и пули сражались за кусок земли, став вечными героями, которые ценой своей жизни закрыли перед врагом двери Марта Керта, не позволив приблизиться к Сейсулану. Противник начал обстреливать позицию, затем в атаку пошли танки и группы около 300 человек. Командир взвода и шесть бойцов перешли в круговую оборону. Взводу и семи человек удалось дважды отбросить назад и не допустить многочисленным войскам противника приблизиться к позиции, успев за это время сбить один танк противника. Столкнувшись с таким сопротивлением, противник отбросил силы и вновь начал обстреливать позицию. От взрыва одного из снарядов погибли капитан Армена Курфанян и пулеметчик Керам Слоян. Капитан, увидев более чем в 50 раз превосходство сил противника, приказал взводу отступить. Троим удалось отступить, дождавшись приближающейся группы. По рассказам друзей, несмотря на дисциплинарные трудности, Роберт получал удовольствие от армейской жизни, гордился военной формой, уезжая в отпуск, форму не снимал. Все должны видеть солдата Родины в монументце Кяжа, так его называл отец. Сегодня Кяжа имеет новое высшее почетное звание. Звание Героя Арцаха, его дело и имя заполнили новую страницу истории, став для поколений ярким примером Героя Нового Времени, отдавшего свою жизнь во имя Матери Земли. Алфавит как способ фонетического выражения письма был создан в середине третьего тысячелетия до нашей эры. В городе Эбла сегодняшняя Северная Сирия. Самый ранний известный алфавит – финикийский. Финикийский встречается на восточном побережье Средиземного моря. От финикийцев письменность пришла к грекам, затем к римлянам, по сути, и к армянам. В раннем средневековье были созданы алфавиты армянского, грузинского, агванского языка. По словам Курюна, грузинские и агванские алфавиты на основе армянского алфавита создал месроп Маштоц. Обычно алфавит создается по подобию иного алфавита. Именно поэтому алфавитом даны латинский, греческий, семитский и другие названия армянский и афганский алфавит – армянская письменность. Армянская письменность – система звуковых символов, созданная месропом Маштоцем в 405 году. Именно поэтому письменность называется месрупян или маштотян. Месроп Маштоц – первый известный автор, создавший алфавит. Опираясь на древнейшие армянские книги, литографии и свидетельства учеников Маштоца Курюна и Мовсеса Хурянцы, можно выделить несколько этапов создания армянской письменности. На первом этапе Маштоц раскрыл устно-разговорную фонетическую систему армянского языка, затем определил количество символов для различных звуков. В этом ему помог католикос Саак Партеп. На втором этапе создано 36 армянских букв. Все буквы алфавита созданы длинными, короткими, широкими, вертикальными и горизонтальными линиями, идущими сверху вниз. Длинная линия основания, с правой и левой стороны короткая и широкая, занимающая соответствующее положение, соединяет тонкими линиями сверху вниз. На третьем этапе Маштоц расставил буквы, определил их числовые значения, дал соответствующие названия. На четвертом, последнем этапе установил правила использования новосознанного армянского письма, разработал основы искусства письма. По словам Корюна, с этой целью Маштоц вместе с греческим писарем Рофаносом в самосаде сформировал армянскую письменность. Далее в переводе с Библии написал первое предложение на армянском языке. Познай мудрость, проникни в слова гениев. Сенатор-демократ от Калифорнии Алекс Падила, коллега-республиканец от Флориды Марко Рубио, представили в Сенат США двухпортирную резолюцию, призывающую США усилить давление на власти Баку, чтобы остановить перекрытие дороги в Бердзоре. Об этом сообщает «Голос Америки». В Твиттере поддела отметил «Блокадарцаха властями Баку лишила более 100 тысяч армянских товаров первой необходимости. Печеловечно и неприемлемо. По этой причине я только что представил двухпортирную резолюцию, осуждающую блокаду, призывающую Соединенные Штаты принять немедленные меры». Сенатор Марко Рубио в Твиттер также коснулся резолюции. Горжусь присоединиться к сенатору Алекса Падели в представлении двухпортирной резолюции, осуждающей блокирование Баку дороги в Бердзор. США должны помочь положить конец этому гуманитарному кризису. Законодательная инициатива, в частности, призывает США ввести санкции в отношении азербайджанских чиновников, ответственных за блокаду Бердзора и нарушение прав армян. Также призывает администрацию Байдена прекратить всяческую военную помощь властям Баку, полностью применив положение, предусмотренное резолюцией 907. 12 июня – День памяти национального героя Армении, героя Арцаха, активного участника Арцахской войны, командира, подполковника армии Республики Армении, бывшего члена армянской тайной армии освобождения Армении, активного участника гражданской войны в Ливане Монте Аво Мелкуняна. С мая 1980 года был главным военным тренером армянской середной армии освобождения Армении от Сала. В 1983 году покинул Асала из-за разногласий по политической линии и практике. Основал революционное движение Асала. С октября 1990 года зачислен в армию обороны Арцаха. В начале 1991 года основал патриотический отряд. В 1992 году командующим Атурильского оборонительного района. Под его руководством Мартуний стал самым защищенным и боеспособным районом Арцаха. В марте и апреле 1993 года под его руководством был освобожден Юг Карвачара. Убит 12 июня 1993 года на подступу к селу Марзилли Мартунинского района. Посмертно награжден орденами Айреник Республики Армении в Воске Арцеп Золотой Орел НКР, Мартакан Хач, Боевой крест первой степени. В 1994 году в Ереване создан фонд Монте Мелкунян. Именем Монте названо военное училище Министерства обороны. В городе Мартунин НКР установлен памятник Монте скульптор Ливон Токмаджан. Монте Мелкунян похоронен в Пантоне и Раблюш. Армянское вино древнее и в то же время совершенно новое, сказала мастер винодели Кристи Кентербери, участвовавшая в фестивале Гиннефест, посвященном армянскому вину в Лос-Анджелесе. Сегодня производители экспериментируют и заново открывают для себя, как лучше всего делать вина, как сажать и обрабатывать свои виноградники. Возможности безграничные, пишет журнал LA Times. С помощью известных коллег армянские виноделы работали с Теруаром, чтобы выявить интенсивный вкус винограда. Теруар Армении связан с одной из самых горячих тем в винодельческой отрасли сегодня. Вулканические почвы и высогорные виноградники с прохладным климатом, сообщила сертифицированный по мелье Ирина Пономаренко. Условия идеально подходят для винограда, произрастающего в винодельческих регионах Армении. Арагацотн, Тавуш, Армавир, Арарат, Вайодзор, Сюник и Республики Арцах. Частично отличают их от вин Старого Света, произведенных во Франции, Италии и Германии. Арени, Воскиад и Сирени – самые популярные винные сорта винограда, произрастающие в Армении, возраст которых составляет от 4 тысяч до 6 тысяч лет. Армянское вино демонстрирует нам виноград, которого нет больше нигде в мире, виноград, который является уникальным армянским, сказала Кентербери. В честь армянских винодельческих традиций каждый год виноделы прилетают из Армении в Лос-Анджелес, чтобы продемонстрировать свои вина на Гиннефест. Гиннефест представил армянские вина ресторанам и винным магазинам по всей территории США. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами. Также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что Вестерн Армения ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! Из завершения новостей послушаем музыкальное произведение «Гойнаре». Вестерн Армения ТВ Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok